Техника в Демино убирает последствия крупного снегопада. Осадков много, но в спортивном центре такой погоде только рады. За трассу можно не переживать. Вот нынче зима хорошая, и морозная, как обычно у нас бывали. Мы отвыкли уж от зим таких, и снегу достаточно. Мы ее уплотняем постоянно, чтобы подушка была жесткая, все-таки там 2000 человек побежит. А на второй круг, когда они пойдут, если не дай бог, они ее до земли почти развернут. А здесь у нас подушка плотная, большая. Большое внимание к зоне старта. В отличие от прошлых лет, построение пройдет прямо перед трибунами и займет почти всю площадь. Между спортсменами необходимо соблюсти социальную дистанцию. А в этом году на Деминском марафоне рекордное число участников за все время его проведения. Народ изголодал уже по таким мероприятиям, особенно в прошлом году, когда мы, можно сказать, не единственный марафон в стране, который, да и в мире много марафонов отменили. Три с половиной тысячи участников. И большая часть побежит в золотую, 50-километровую гонку. Это спортсмены из России, Франции, Чехии, Словакии, Эстонии, Молдавии, Белоруссии. До международных стартов – неделя. О готовности крупной гонки директор Деминских марафонов докладывает губернатору Дмитрию Миронову. По трассе ведется очень большая подготовка, так как начали мы ее еще в ноябре. С первым снегом формирование снежной подушки сейчас трасса находится близко к идеальному состоянию. Соревнования пройдут 6-7 марта. Среди почетных гостей четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, а также Наталья Коростелева, Евгений Деметьев и другие. На лыжню выйдут и будущие чемпионы. Для них организован бэби-марафон. Наш марафон всегда имеет не только спортивную, но и культурную, и туристическую составляющие. Несмотря на то, что ряд ограничительных мер в связи с коронавирусом сохраняется, нужно сделать все возможное, чтобы марафон запомнился его участникам как хороший, яркий праздник. На заседании оргкомитета обсудили и вопросы безопасности, медицинского обеспечения, организации питания. К международному спортивному празднику все почти готово. На встречу пошли и железные дороги. Поезд Москва-Рыбинск на один день изменит график движения. 6 марта он прибудет на два часа раньше, чтобы на марафон никто не опоздал. Владимир Веселовский. День в событиях.